В эфире «Соскное дело» в студии Алины Чемери. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, ведомственных проверках, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В связи с терактом в Петербургском метро в Самарской области усилены меры безопасности. На особый режим переведены охранные службы метро вокзалов аэропорта Курумыч. Взрыв в подземке северной столицы произошел 3 апреля на перегоне между станциями метро, технологический институт и Синная площадь. По последним данным, 14 человек погибли, 44 получили травмы. Заведено уголовное дело. Оно на контроле у генпрокуратуры. Трагедия в Санкт-Петербурге заставила жителей быть более внимательными и осторожными. В понедельник в 10 вечера в Сбербанке на улице Революционной люди заметили подозрительный предмет и сразу вызвали полицию. На место в считанные минуты прибыли саперы, кинологи с собаками бойцы ОМОНа, несколько машин скорой помощи. После проверки выяснилось, вызов ложный. Вместо бомбы в помещении находилась бесхозная коробка. Орский маньяк Вместо бомбы в Санкт-Петербурге, которая поможет найти подозреваемого губернатором Оренбургской области, гарантирована премия в размере 500 тысяч рублей. Еще миллион обещают в МВД России. Экстренная посадка в Самаре. В аэропорту Курумыч из-за плохого самочувствия пассажирки приземлился самолет, который следовал по маршруту Москва-Алма-Ата. На борту аэробуса было 147 человек, в том числе молодые спортсменки-дзюдоистки, которые летели с соревнований. По предварительным данным, одной из них 17-летней девушке стало плохо. Как пояснил ее тренер, спортсменка ранее получила травму шеи и головы. В полете потеряла сознание. Из аэропорта девушку доставили в больницу имени Середавина. 250 тысяч рублей были готовы заплатить жители поселка Рощинский за то, чтобы не служить в армии. Деньги сотруднику военкомата они пытались передать через курьера. Почему молодым людям не удалось купить военные билеты в нашем сюжете? Криминальная драма закончилась, не успев начаться. Посредника, который, по версии следствия, должен был передать деньги сотруднику военкомата, задержали с поличным в одном из самарских дворов. Прямо в машине, где дерзкому преступлению не суждено было свершиться. Меня попросили, так скажем, передать деньги, чтобы я сделал, ну не я сделал, а чтобы попросил я сделать военник. Так, кому? Так скажем, вот человек. Откосить от армии, по предварительной информации, задумали двое жителей поселка Рощинский. Год воинской службы показался им столь суровым испытанием, что молодые люди были готовы заплатить за военный билет 250 тысяч рублей. На первую и последнюю встречу с посредником несостоявшиеся солдаты явились только с частью суммы. Сколько денег ты ей должен был передать и когда? 170 тысяч. Когда? Сегодня. Твой интерес какой в этом? Ну, так скажем, я хотел себе чуть-чуть денег поиметь. Сколько? Ну, в районе там 10-20 тысяч. Теперь вместо заслуженного вознаграждения уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве». Пока ведется следствие, горе-курьер находится под подпиской о невыезде. Две с половиной тысячи литров незаконного алкоголя изъяли полицейские из магазина в Куйбышевском районе Самары. Здесь без документов продавали водку, коньяк, вино и шампанское. Общая сумма нелегальной продукции составила свыше 700 тысяч рублей. Теперь виновника ждет штраф до 100 тысяч. Возможно, товар конфискуют. Еще один рейд прошел в Чапаевске. Здесь тоже обнаружили партию незаконного алкоголя. Правда, намного меньше – 16 литров. Находящаяся в незаконном обороте алкогольная продукция общим объемом 16 литров на сумму 11 тысяч рублей изъята. За совершение указанных правонарушений виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 до 20 тысяч рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукции. Сотрудники полиции накрыли подпольное и горное заведение. Оно располагалось в советском районе Самары. Впервые сведения о том, что здесь работает интернет-клуб, оперативники получили в январе. Тогда, в ходе проверки, изъяли компьютерное оборудование и задержали мужчину, который может быть владельцем подпольного заведения. На него завели уголовное дело. Оставили под подпиской о невыезде. Но, как выяснилось, закрывать прибыльный, хоть и незаконный, бизнес мужчины и не думал. Вскоре в том же помещении полицейские изъяли свыше десятка компьютеров, черновые записи и деньги, которые, скорее всего, были получены нелегально. Во время проверки подпольный клуб не пустовал. Четверо посетителей и администратор не стали отрицать, что это заведение и горное. Региональным следственным комитетом на владельца заведено уже второе уголовное дело. Организатор финансовой пирамиды «Инвестойл» вскоре предстанет перед судом. Житель Самарской области Владимир Романов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за три года создатели финансовой группы «Инвестойл» присвоили около 600 миллионов рублей. Офисы компании работали в трех городах – Самаре, Тольятти и Санкт-Петербурге. Свои деньги в финансовую пирамиду вложили около 2000 человек. Уголовное дело насчитывает 220 томов. Так называемую финансовую группу активно рекламировали в СМИ и интернете. Вкладчикам обещали за короткое время, от трех месяцев до полутора лет, доход до 30% от суммы вклада. Сначала даже выплачивали проценты. Финансовую пирамиду позиционировали как преуспевающее агентство недвижимости, которое получает прибыль от золота перерабатывающей промышленности. За мошенничество в особо крупном размере организатору пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы. Была развернута рекламная кампания с целью получения от граждан денежных средств в виде инвестиций. Сама по себе «Инвестойл» функционировала по принципу финансовой пирамиды. То есть гражданам обещались какие-то бесснословные проценты за вклады, но какой-либо деятельности законной эта организация не осуществляла. Во вторник в регионе чуть не случилась трагедия. Трое детей играли на одном из водоемов и провалились под лед. К счастью, уйти далеко от берега они не успели. На помощь пострадавшим бросились люди, которые были поблизости. Но ветки и другие средства спасения не понадобились. Дети выбрались из воды сами. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова